22 месяца в оккупации. Так можно было бы озаглавить нашу пресс-конференцию, если бы мы были уверены в том, что завтра на въезде в Крым исчезли бы блокпосты и контрольно-пропускные пункты. А оккупанты, тем временем, вместе с коллаборантами и их приспешниками, строим бы потянулись в Керчь на паромную переправу. Этого, к сожалению, завтра не предвидится, но оно не предвидится не потому, что этого не желаем мы, а потому что в этом направлении, на наш взгляд, ничего не делается. Мы, представители украинских и крымсвятарских общественных организаций, обеспокоены судьбой наших сограждан, которые продолжают оставаться на временно оккупированной территории Крыма. Также мы обеспокоены тем, что, несмотря на заявления властей, что Крым не забыт, практически ничего не делается для его освобождения. В то же время мы каждый день сталкиваемся с информацией об унижениях и издевательствах, которые испытывают крымские татары и другие граждане Украины со стороны оккупационных властей. В результате мы пришли к неутешительному выводу, что у государства нет реальной программы по деоккупации Крыма. На сегодняшний день имеются два условно-официальных видения освобождения временно оккупированной территории Крыма. Это видение прозвучали в выступлениях президента и премьер-министра в виде посылов обществу, хотя в разное время, но оба в отношении Крыма. Официально потому, что это прозвучало из уст первых лиц. Условно потому, что, хотя мы не очень уверены, они должны были бы лечь в основу той государственной программы или стратегии по освобождению Крыма. К сожалению, ни то, ни другое мы на сегодняшний день не наблюдаем. Первый посыл был из уст президента, когда, мы помним, он обратился и сказал, необходимо повысить уровень жизни в Украине, чтобы те, кто принял участие в референдуме, в кавычках, по присоединению к России, пожелал возвращения обратно в Украину. Это было, если помните, первые месяцы оккупации Крыма и уже по результатам референдума. Второе – это заявление премьер-министра, который также в прошлом году делал посылы расширить имеющиеся у АРК полномочия.